Сегодняшняя конференция называется следующим образом. Коррупция в действии. Речь идет о конкретном факте, который произошел буквально минувшим вечером. Речь идет о горячем факте. И впервые, возможно, за многое время предприниматели не стали пытаться каким-то своим образом, что называется, разрулить ситуацию, а сразу обратились к вниманию общественности и к вниманию соответствующих служб. Что произошло вчера на складе, который находится на футчика, вам расскажут присутствующие здесь спикеры. От себя лишь отмечу два важных факта. Еще раз подчеркну, что впервые предприниматели сразу заявляют, а не после того, как они пытались, так сказать, решить вопрос полюбовно, и вы знаете, в чем это выражается. Это один момент. И второй. Незаконное, по мнению присутствующих здесь спикеров, изъятие и последующий арест груза, который тянет на сумму более чем 5 миллионов сомок, что-то около 6, допустили представители, внимание, журналисты, государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Вы видите этот конгресс, вы видите этот нонсенс, а все подробности вам изложен. Наталья Шумбейко, это директор общества с ограниченной ответственностью, Транссервис Кейджи, который специализируется на перевозке грузов. Здесь присутствует Нурман Кульматов, таможенный брокер, непосредственно учащих, вчерашки, крайне неприятных, и по мнению спикера, я их поддерживаю, незаконных действий неких сотрудников государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Здесь также присутствует Анестезия Баженова, сотрудница компании. Они вам изложат еще информацию, затем мы перейдем к вопросам ответа, ну и начнем пресс-конференцию, так сказать, завершим. И еще одна довольно приятная для журналистов новость. Среди вас находится господин Канат Джамакеев, это представитель государственной таможенной службы, который возглавляет управление внутренней безопасности и противодействию коррупции. То есть, бежать за дополнительным комментарием к каким-то официальным лицам вам не придется, это лицо, этот человек, в основном, я лицо, так сказать, сознательно и специально пришел на эту пресс-конференцию, чтобы разобралось, как могло такое произойти. И, может быть, сегодняшняя пресс-конференция станет, так сказать, толчком для мгновенного разбирательства фактов коррупции и, позволю себе это слово, вымогательства и прочих действий. Прошу вас, Наталья. Прошу вас. Добрый день. Хочется, конечно, немножко уступления сказать, что, конечно, мы всегда собрались по такому городу, и очень хорошему. Значит, наша футбол «Кранцербский эджей» занимается грузоперевозками груза из товаров из Арабских Эмиратов в город Бишкек. 18 марта 2015 года на нашу фирму «Али-Рейсов» из УАЭ поступил груз, который был помещен на терминал аэропорта «Манас», и 19 марта, то есть на следующий день после всех разгрузок, полностью пересчета груза, значит, мы начали растамаживать этот груз, который поступил 19 марта, был разгружен, произведено таможенное оформление и домов, просмотр груза. Прежде всего, что мы получили этот груз, мы заплатили в бюджет все платежи. Это, я вам скажу, где-то миллион сумм мы заплатили. не где-то, а точно миллион сумм. Полностью была произведена очистка этого груза, полностью пересчитали, выходили почти мы 12 часов растамаживались. И после всех этих этапов груз был успешно помещен в две грузовые машины, и мы направились на наш склад, который находится по адресу город Пешкин, улица Пучика, номер 3. Ну, конечно, мы не первый год работаем, мы знаем, дорогу прослеживаем, значит, с самого аэропорта за нами пристроились машины с неизвестными номерами нами, которые проследовали также с нами на склад. В двух машинах были люди, как выясняете, что это были сотрудники ГСПБ, которые по прибытию грузовых машин на склад, это было в 8 часов вечера, уже темно, как вы знаете, значит, они полностью заблокировали нас и не дали нам разгрузить эти машины в очень такой форме, я скажу, грубой, пугали грузчиков, пугали ребята, все молодые, все работают. Ну, я понимаю, что все мы работаем, но в грубой форме затолкали водителей и заставили вывезти груз на свой склад. Изъяли у нас все документы, которые были на руках, все растаможенные документы, все декларации, не предоставив нам никаких, буквально никаких бумаг. То есть, кто они, что они себя представляют, только мы поняли с этих, с их слов, что это работники ГСПБ. Все, никаких документов, ни груза на сегодняшний момент у нас нет. Где этот груз находится, в каком он состоянии, мы ничего не знаем. Я просто, знаете, диву даешься, наши органы, как работают, я не знаю. Мы работаем, люди работают, все это понятно, но давайте как-то в правовой форме это все будем решать. Мы предлагали, предлагали ребятам, которые, как они представились, сотрудники ГСПБ, предлагали произвести досмотр полностью на нашем складе. Досмотр мы тоже знаем, как делать. За ним мы пересчитали все наши места, все содержимое, количество, что именно их интересовало. Все было размножено от и до. Можно было это все на месте решить, составить акт, даже если что-то не так. Но груз был вывезен в адресный способ, я считаю. И все, ни груза, ни документов, ничего на руках у нас нет. Вы сейчас знаете, какая у нас, учитывая вышеизложенную ситуацию, что рынок наших сотовых телефонов, в частности, очень дышащий. Там было небольшое количество сотовых телефонов. Да, у нас есть все расположено. Но цена падает. Мы просто теряем каждый день убытки. Кто нам это все возмещать будет? Именно конкретно ГСБ или кто возмещать? Вот таким способом работать, как можно работать? За нами стоят люди, туристы, которые также работают на другое с утра и до вечера. Все пополняют бюджет какие-то деньги. Я не понимаю сотрудников, которые вот так вот все это делают. И как сейчас, я не знаю, но в справедливости мы пришли к вам, мы пришли, обращаемся, помогите нам, просто помогите нам. Как можно работать и ввести какой-то бизнес, если мы бюджет пополняем каждый раз. Садится самолет, миллион, полтора, два. Заходит контейнер, мы внесем деньги большие, деньги в бюджет. Как можно работать, если не дают работать? Ну, может быть, где-то в бюджете еще какие-то деньги есть, я не знаю. Вообще, Наталья, ну, пока вот все наимодно. Ну, а то вы дополните, да? Да, я могу, в принципе, не дополнить. Единственное, кто... Когда вы обратились, скажите, куда-то обратились? Мы обратились пока что к вам. Будем обращаться в прокуратуру. Мы будем обращаться везде, чтобы нам помогли и услышали. Услышали, прежде всего, не нас. За нами стоят люди. Мы являемся грузоперевозками, просто. Мы раскопашиваем, раскопошка идет. Вот я, например, считаю много лет работы, я могу дать такую оценку, что вот таможня у нас работает четко и правильно. Мы растамаживаемся по 12 часов. Даже сутками, по двое суток мы не выходим с таможней. Я не знаю, что там ищут в Эмиратском Грузии, я понять не могу. Соточки пересчитываем, карандашики мы пересчитываем. Чуть ли себя трусики не снимаем. Ну, слушайте, если такая у нас контрабанду ищет, ну, давайте представители этой же службы, вот я так считаю, ГСБ, и пусть они представителями стоят на таможне. Какая проблема? Почему, когда выходит от машины, нас под первым дугом все ловят, и опять же досмотр это делают? Ну, то, что произошло вчера, это вообще все переплюнули. Как так можно вообще украсть груз, не дать ни одной бумаги? И вообще время обеда нам никто не звонит, досмотр или что вообще надо делать? Спасибо. Я еще раз это представляю вам слово, ну ладно. Пожалуйста, как таможенный в руки, поясните еще что-то по случившемуся факту, как непосредственную часть. Пожалуйста. Ну, получается, вчера, 19 марта 2015 года, мы прошли все этапы таможенного управления, то есть составление ГТТ, то есть декларации, после чего произвели досмотр таможенной, после чего, получается, абсолютно все этапы таможенного управления были пройдены. Выехали на склад. За грузовыми машинами заехали сотрудники. Угу. Правительственных органов. Не предоставив ни предписаний, ни какого-либо еще документа, на основании которого они могут досматривать груз или совершать какие-либо действия в отношении нашего груза. Угу. После чего нами было предложено. Ну, как сказать, ввиду отсутствия этих документов, мы отказались показывать груз, отказались открывать груз, отказались выгружать груз. Ну, это естественно. После чего мы предложили сотрудникам ГСПД осмотреть груз на нашем складе, а также произвести пересчет и сверить соответствие товара, имеющегося фактически, с декларацией. Нам было отказано. После чего машины начали забирать, водители посадили машину, я проследовал за ними, потому что я материально ответственный лицо, пока машина находится в пути, от точки А, от точки Б, то есть от аэропорта Монас до склада на футчике. Я несу за этот груз ответственность. Проехал, проследовал на таможенный терминал, который находится на улице Садыгарин. Там груз был опломбирован, но при этом, при всем, у нас были изъятные операции. Был составлен акт, копию которого я так и не дождался. Акт приема-передачи так, то копия акта приема-передачи так же не было передано мне. По существу, можно сказать, что у меня нет ни документов, согласно которых я могу сказать своему начальству, где мой груз, и действительно ли он был помещен на склад временного хранения сотрудниками ГСБ, ни еще какой-либо информации. Я не могу документально подтвердить то, что груз, который я заплатил, потому что я его не украл, потому что у меня ГСБ было. Я не могу это подтвердить. Спасибо. У меня к вам есть вопрос. Так же, как у глобалистов, переходим по второй части сразу к делу, или вы хотите, если что-то добавить? Сейчас просто и так бизнес, как и странец, это вообще нелегкие времена. Да, кризис сейчас вообще тяжело. И вот эти сотрудники своими неправомерными действиями превышают свои полномочия, они усугубляют данную ситуацию, потому что с каждым днем стоимость сейчас груза, который стоит у них, она падает, обесценивается с каждым днем. И, соответственно, наши клиенты, физические лица, получатели данного груза, они будут терпеть большие убытки. Ну, есть такая статья, выкущенная выгода, если вам удастся доказать, и, так сказать, вывести на чистую руку. Есть вопросы к нашим спикерам, пожалуйста, по существу изложенного дела. Прошу вас задавать. Не забудьте представить. Есть вопросы? Пожалуйста. Задержание произошло на основании оперативной информации. Это с их слов. Да, с их слов. Не было, я говорю. Обычная... Оперативная информация. То есть, когда... А они, может быть, даже позвонили, и они быстренько приехали. 13 человек, извините меня, на 9,5 груза, 9,5 тонн, это, я считаю, делать нечего. Спасибо. Могли бы втроем приехать. Что, нечем заняться, что ли, больше? Как ловить бизнесмена? Спасибо. Еще вопросы есть? Вообще, вот, по тому, как вы изложили, ваша позиция крайне неспомощная. Это звучит приблизительно так, что никого не трогал, идет свой груз на меня напали, отобрали бумаг и дали, сказали, пошел вон, я теперь не знаю, что делать. Это я так сознательно утривую, потому что такие ситуации весьма характерны для нашего бизнеса. Поэтому я к вам вопрос, Наталья. Скажите, пожалуйста, каковы должны быть действия грамотного предпринимателя, когда происходит нечто подобное? Первое его действие. Куда звонить? Кому обращаться? И каким образом защищать свой груз, свои права, свой бизнес и экономику, в конечном счете, своей страны? Спасибо. Мы работаем с физическими лицами, мы работаем, мы представляем их интересы. То есть люди нам доверили груз, мы их приводческая компания. Но мы защищаем их, куда звонить, мы за них отстаиваем, их интересы, я считаю так. А конечное, мы даем им груз вовремя, и в целости, и сохранности. Люди полностью доверяют нам. Мы не первый год работаем по такой схеме. Потому что человек, он торгует на дурдой, или в магазине, или все. Мы представляем их интересы. Они сдают, закрывая глаза. Сдали нам груз, они знают, что он будет в целости и сохранности. А то, что сейчас происходит, как это, фирма. Фирма, это и есть интересы наших предпринимателей. Я считаю, что мы просто защищаем их интересы. А вот это такая форс-мажорная ситуация. Форс-мажорная ситуация. Форс-мажорная ситуация. Куда? В милицию, в прокуратуру. Куда? В ГТС позвонить. Кому вы должны сказать? Ребята-коралуй. Ребята-коралуй. Мы пришли к вам. Понятно. Мы пришли к вам. У нас такого случая как такового, может быть, не было. Я просто хочу понять, на каком основании должны быть какие-то документы. Пусть я не говорю против. Допустим, вот работает компания вот эта вот ГСБ переводится в борьбе с экономическим. У нас не служба по борьбе с экономическим. Они работают. Я тоже. Я не против. Они работают. В рамках нормального. В рамках правового поля какого-то. Должен быть документ. Они должны представиться. По какой информации они работают. Без проблем. Мы предоставим. Мы не какие-то дики. Мы прячемся от кого-то. Нет. Для этого есть таможенная служба. У нас государственная служба она имеет очень большая грамотность. Я считаю. Они нас досматривают до, я вам сказала, до ниточки мы все пишем, до суток документов. Все идет правильно. Но почему? Это что? Это проверять таможню или нас, или в чем проблема вообще? Это же можно было на месте все выяснить. Пожалуйста, проблем нет. Мы открыли бы количество мест, количество соток, количество каких-то тендов этого. Пожалуйста, мы даем. Но почему в такой барбарской форме это все выводится? Мы вообще где работаем? В антинском государстве, что ли, как мы работаем? Ну, можно это понять хотя бы вот нам? Может быть, я что-то не понимаю? Ну, дайте правильную оценку нашим действиям. Что нам надо было сделать? Спасибо, у меня нет вопросов. Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Есть вопросы к нашим спикерам? Пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. Я прошу. Но сотрудники ГСК, они не пояснили? Это что за оперативные? Они не считают нужным? Они не считают нужным с нами разговариваться. Они пояснили? Вот когда вы так были с ними? Потому что имеется оперативная информация по тому поводу, что наш груз был в недостоверности в паре. А вот, смотрите, они вам показывали документы, удоставляющие их личность? Да. А, понятно. То есть, вы не можете вспомнить хоть одну фамилию человека, который вот так сверил? Нет. А вы не спрашивали? Ну, чтобы... Официально, пожалуйста. Нет, ну, одну минуточку. Вот вы понимаете, делать все, что... Например, если мне корочку показывают, я обязательно должна записаться. Фамилия, имя, отчество. Если показали молодым мальчикам, они пугаются. Ребята молодые. 20-25 лет у нас работают ребята-мальчик. Им достаточно этого. Я, например, считаю, что с такими корочками, как и у них, это просто можно в маршрутки бесплатно ездить. Я считаю, должен быть документ правильный. Правильный. Номер его. Чтобы я могла позвонить в какую-то службу, доверие, спросить, работает у вас такой сотрудник или нет? Этого ничего нет. Правильно говорит? Ну, ладно. Он запомнил эту фамилию. Их там было 13 человек. Сейчас, если начнутся разбиралов, какая-то, я думаю, полностью фамилию ты не можешь назвать. Правильно? Керимбай. Про что он ему дает? Мы просвонили. Такого фамилии нет в органах. Безэрлова, это самое. ГСБ. Такого человека нет. Нет. Нет? Есть. Ну, есть у тебя? У меня нет. Мы звонили. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы к нашим спикерам. Пожалуйста. Вы что-то еще хотите добавить? Наталья, скажите, каковы ваши дальнейшие действия? Вот сегодня это будет получить общественный резонанс. Это появится в Ленте наших новостей, в Киртаге, в Окипрессе. Здесь присутствует журналистский скиньюз. Дальнейшие действия каковы? Ну, будем ждать каких-то реальных, ну, хотя бы, просто, чтобы нам отдали, проверили. Ну, да, если уж так им интересно, пусть они проверят и выберут груз. Можно с какие-то нюансы. И будут тут можно и в букве А, почему не А, не О написано. Можно, как бы, но груз можно же на соответствие проверить, это элементарно, количество мест и содержание. А дадут нам груз. Все. Больше водить, ничего не просим. Что-то такого, прям, почему я, Наталья Шумейко, а это, ну, ламы, или мне наоборот. Можно ко всему докопаться. Ну, я так думаю, что на соответствие в присутствии тех же таможенников, это же можно проверить. Что у нас все четко, полутаможни. Если у них это важный вопрос при задержании было, что у вас неправильное декларирование, вот на этом пусть они основываются. И дадут нам и проверят, в каком месте неправильное декларирование. Я считаю, да. Понятно. Еще вопрос есть? Если вы на листе не возражают, если спикеры не возражают, разрешите ли вы мне позволить Карнату Джимакееву, если он тоже согласен, прокомментировать ситуацию? Вы готовы? Нет. Пожалуйста, прошу вас сюда. Нет, я лучше здесь. С одной стороны, некорректно комментировать действия на другое сложно. Ну, в любом случае, с точки зрения как специалист. Меня, в любом случае, интересует вопрос. Раз груз задержан, нас их так, принудительно изъяли, то есть на месте не провели. В любом случае, если они пока вреду заявили, что там информация по недоставлению идет, тогда может быть причастность какая-то наших сотрудников. Может быть. Вот меня этот вопрос интересует, в первую очередь. То же самое в вопросах обеспечения безопасности наших сотрудников и установления причастности, если такой факт подтвердится. Вот у меня первый раз вот это. сотрудники в какой форме провели свою операцию это у вас все готовы идти в этом суть. понятно спасибо вам даже и за этот комментарий в любом случае это интересно и полезно для журналистов. Вы хотите еще что-либо добавить? У вас есть еще вопрос? Вы готовы поговорить с спикерами что называется слаженный глаз? Если так, то я отписка